Мы начинаем пресс-конференцию, посвященную Центрально-Азиатскому форуму по вопросам недвижимости Commercial Real Estate 2017, которая пройдет 19-20 октября в Астане. Более подробно, как проходит подготовка к форуму, какие участники примут участие, какие мероприятия планируются в рамках форума, расскажут более подробно наши сегодняшние гости. Разрешите их представить. Руководитель управления по инвестициям и развитию города Астаны Алишер Ильисович Абдекадыров. Руководитель управления архитектуры и градостроительства города Астана Бахтабай Халыкович Тайталиев. Директор Астана Конвеншн Бюро Саньяр Еркенович Айтикенов, а также руководитель компании Казахстан Нетворкинг Партнерс Асхат Махмутович Исабеков. Уважаемые гости, добро пожаловать. И Алишер Ильисович, пожалуйста, вам первое слово. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Рады вас приветствовать. Сегодня мы хотим рассказать вам о той работе, которая проводится по организации Центрально-Азиатского форума по вопросам недвижимости. Как уже было сказано, мероприятие пройдет 19-20 октября по Дворце Независимости. Мероприятие проводится с 2013 года и уже успело себя зарекомендовать как одна из крупнейших платформ в Центральной Азии в сфере коммерческой недвижимости. То есть на мероприятии, как правило, обсуждаются самые последние тренды, самые последние технологии в этой сфере. Форум, который пройдет в этом году, можно назвать особенным, так как впервые в его истории обсудить концепцию развития городов соберутся мэры и представители администрации Центрально-Азиатского региона и ближнего зарубежья. Так планируется посещение такими городами, как Алмата, Шимкент, Ашхабад, Ташкент, Душанбе, Белиси и ряд крупных приграничных городов Российской Федерации. Мы ожидаем, что в рамках форума участники обсудят состояние рынка недвижимости в регионы, вопросы управления инфраструктурным наследием Экспо, Азиады, Универсиады, а также наиболее эффективные проекты в практике механизма государственно-частного партнерства. Почему это мероприятие так важно для города? Как вы знаете, на сегодня Астаной, Акиматом столицы, реализуется стратегия «Астана – глобальный умный город», и в ходе этого мероприятия мы планируем обменяться опытом, провести различные сессии по тем, которые очень важны для роста благосостояния наших горожан и города в целом. То есть это, в первую очередь, туризм. Здесь, как уже было сказано, это профессиональное управление объектами. «Астана» богата на такие уникальные объекты культурного и спортивного назначения. Это все мы знаем, это и стадионы, и «Астана-Опера», и ряд спортивных объектов дополнительно. То есть здесь мы планируем обсудить, поделиться опытами с коллегами, как наилучшим образом их использовать, как это сделать максимально эффективно, как снизить затраты, как оперативные, так и прочие, и как повысить их коммерциализацию. То есть как сделать так, чтобы как можно больше различных мероприятий у них проводилось. Второе – это «Астана», так называемая «хост-сити». То есть географическое положение Астаны между Европой и Азией, оно позволяет городу позиционировать себя как столицей для размещения своих представительств, открытия полноценных региональных офисов, как международными корпорациями, организациями и различными зарубежными компаниями. Для этого мы должны предоставить для них услуги и офисы, и в целом сделать их пребывание в городе максимально комфортным. Такие прецеденты уже есть, мы хотим дальше развивать это направление. Следующее – это «девелопмент» в целом. То есть здесь мы работаем в том направлении, чтобы внедрять новые технологии, для того, чтобы любая недвижимость, в том числе и коммерческая, так и жилая, она становилась более конкурентоспособной, то есть чтобы цены соответствовали, чтобы была эффективность, в том числе и энергетическая и прочее. То есть здесь речь идет о внедрении новых технологий, которые как снижают себестоимость, так и снижают сроки строительства, проектирования. Это, например, BIM-технологии, 3D-моделирование, 3D-принтинг зданий, производство и лаборатории по новым материалам. Эти вопросы также будут рассмотрены. Мы надеемся, что собравшиеся на мероприятии как архитекторы, так и специалисты, эксперты, строители и, конечно же, инвесторы смогут представить свои лучшие презентации и практические бизнес-кейсы. Астана в предстоящем году планирует праздновать свое 20-летие. То есть город очень молодой, очень амбициозный. И мы все больше и больше заявляем о себе как о глобальном городе. В этом направлении Акиматом столице будет проводиться работа. И вот это мероприятие мы планируем, что оно станет ежегодным. И с каждым годом его будут посещать все больше и больше людей и все больше и больше значения. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Ну, мы выставляем более 100 объектов, необходимых городу. Они по функциональному различию очень разнообразны и покрывают весь необходимый ассортимент услуг. Это объекты культуры, спорта, истории, рекреации, транспортной инфраструктуры, общественные объекты, торговли, развлечения. Высотные объекты есть для нашего города. Эти объекты, они городу необходимы, определены по нормативным потребностям. Как для человека мы знаем, для поддержания трудоспособности, жизнедеятельности, необходимые основные продукты, определенное количество воды, мяса, масла, овощей, фруктов. Так и для населенных пунктов нужны объекты. Мы их в городостроительных документах 70 определяем в генеральных планах, в проектах детальной планировки. И они, как вы поняли, по функциям очень разнообразны и сосредоточены по всей территории города. Мы их расставляем с учетом нашего утвержденного генерального плана. Это, значит, по функциональной принадлежности, они соответствуют тем или иным функциональным требованиям. Это с условием полицентричности нашего города. Это с условием структуры озеленения, которая очень четко зафиксирована в нашем генеральном плане. Ну и, конечно, с обеспеченностью инженерной и транспортной инфраструктуры. Поэтому, как уже выше сказали, Астана, Казахстан интегрируются в мировое пространство. В будущем большая роль будет принадлежать крупнейшим городам, 600 из которых, по прогнозу Института Маккензи, будут двумя третьми экономики определять всей планеты. И, конечно, наша задача Астаной войти именно в эти передовые города. Сотрудничество с инвесторами – это нам нужны такие связи для интеграции. Казахстан знает, Астану начинают знать, он о себе заявляет, этот молодой и динамичный город. Поэтому мы ждем от инвесторов, от этих инноваций новых методов строительства, новых технологий, зеленых стандартов. Это возобновляемые источники энергии, без которых сегодня жизнь несовременна. И в этом плане мы надеемся приобрести эти контакты, реализовать эти проекты по городу. И, конечно, будет экономия и на энергоснабжение, и на теплоснабжение. И это городу даст то, что будет увеличено качество благоустройства, появится много общественных мест, город станет комфортным для проживания с учетом наших природно-климатических условий, и станет более дружелюбным для жителей и гостей нашего города. Спасибо. Благодарим вас за выступление. Следующее слово, Саня Арьякенович, пожалуйста, вам. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за предоставленное слово. «Астана Конвеншн Бюро» мы занимаемся развитием туризма. Предстоящий форум и другие деловые события города Астаны, которые проходят здесь, являются неотъемлемой частью развития туризма. На сегодняшний день это направление является одним из ключевых в развитии туризма. Поэтому наша организация готова оказать организаторам таких мероприятий свое содействие. Сейчас мы активно поддержали данное мероприятие, так как оно в ряде деловых мероприятий, проходимых в Астане, является одним из крупных. Этот форум, я думаю, станет хорошей площадкой для профессионалов недвижимости. Отрасль недвижимости является стратегически важным направлением для развития столицы. Хотелось бы сказать еще, что после прохождения таких больших событий в Астане, благодаря Экспо, другим международным крупным событиям, инфраструктура Астаны наполнена крупными коммерческими площадками для таких мероприятий. И туризм и недвижимость – это неотъемлемая часть, которая должна развиваться, вот как уже говорили, совместно и создавать комфортные условия для пребывания всех гостей. Спасибо большое. Мы также вас благодарим. И завершающее слово предоставляется Асхату Махмудовичу. Пожалуйста. Добрый день. Спасибо, пожалуйста, за предоставленное слово. Мы, как организаторы этого мероприятия, начали три года назад. И тогда стоял просто вопрос. На самом деле, наверное, многие вещи проистекают из каких-то нескольких маленьких вопросов, которые мы хотели решить. Собравшись небольшим кругом, буквально в 100-120 человек, профессионалов, которые работают в области коммерческой недвижимости, в основном это были на тот момент управленцы. И думая над мотивацией о том, что зачем нам собираться, мы на самом деле сильно не задумывались над этим. Было просто интуитивное чувство о том, что нужно развивать этот диалог. И поэтому мы эту площадку сразу изначально назвали диалоговой. Как оказалось, диалогу было место. Открылись новые вопросы, открылись новые, скажем так, вещи, о которых нужно разговаривать, казалось бы, конкурентам, которые развиваются на одном рынке. И мы как раз-таки пришли к таким высоким вещам о том, что все-таки развивая какой-то один объект, ты вынужденно влияешь на развитие всего города, соответственно, всей страны. И после приглашения нескольких иностранных профессионалов в этой области, в том числе в 2015 году, возможно, многие из вас знают, на эту площадку приезжал тогда еще не сын президента США, Соединенных Штатов Америки. Но сегодня Дональд Трамп, плачий уже сын президента, вот он приезжал и делился своим опытом международным в том числе. И тогда мы поняли, что региональная площадка должна состояться, и должна состояться в формате, в котором был описан выше. Я лишь единственное добавлю о том, что региональная площадка – это некая, знаете, некая потребность, да, то есть это не происходило таким образом, что вначале там придумали идею, а потом она нашла своего зрителя, да. А потребность именно сами участники, они пришли, как бы собрались и сказали, что нам надо собираться, нам надо собирать, нам нужно впитывать международный опыт, нам уже есть чем делиться. Действительно, в Астане сегодня есть чем делиться. Очень много, среди многих нерешенных вопросов, очень много решенных на самом деле вопросов, и которыми уже мы можем поделиться. Вот. И в свою очередь, пользуясь случаем, я благодарю и Астана Конвеншн Бюро, и Управление инвестиционным развитием города. Вот. Благодарю за оказанное содействие, то есть полное оказанное содействие по расширению именно значимости и географии этой площадки. Спасибо большое. Мы также благодарим уважаемых гостей за предоставленную информацию. Уважаемые журналисты, если у вас есть вопросы, пожалуйста. Добрый день. Гульмира Сарбасова, Международное информационное агентство Казинформ. В народе ходят устойчивые слухи о том, что возведенная к Экспо недвижимость будет реализована по льготным ценам для врачей и учителей. Как вы прокомментируете это? Второй вопрос. Не так давно Кайрат Нематыч Килимбетов заявил о создании в Астане криптогавани. Можно ли предположить, что она будет располагаться в одном из объектов Экспо? Спасибо. Мы также благодарим вас за вопрос. Пожалуйста, уважаемые спикеры. По объектам Экспо, я, если честно, до конца не понял вопрос. Это какая именно? То есть там недвижимость, которая была возведена, именно жилая, она была возведена частными инвесторами. То есть это не было государственной. То есть в настоящее время Акиматом города проводится работа по строительству доступного жилья, по снижению издержек. Именно это внедрение новых технологий. Это, как вы знаете, в Астане на территории индустриального парка имеется домостроительный комбинат, благодаря которому существенно, вот сейчас начнутся первые проекты реализовываться уже, существенно снизится себестоимость, и это позволит создать условия для того, чтобы люди могли покупать по доступным ценам. Сегодня, ввиду различных причин, рынок недвижимости Астаны, он рассматривается в том числе и как инвестиционный. То есть люди очень часто покупают квартиры не для того, чтобы в них жить, а как вложение. И это подогревает, соответственно, цены, потому что спрос из-за этого выше. По второму вопросу, как вы знаете, основное направление использования объектов экспо – это как раз-таки размещение на его территории Международного финансового центра Астаны. Мы это приветствуем, такие инициативы от МФЦА, то, что в Астане будут развиваться различные новые направления, тем более это крипто, то, что все, что связано с криптовалютами, с блокчейном – это тренд очень современный. И все наверняка в новостях читают, что не все государства в настоящее время готовы открыться для этого. То есть очень много консервативных взглядов. Казахстан же в этом плане открыт для этого, мы готовы с этим работать. И это дает такие большие надежды, что мы не отстанем. Вот сейчас идет, по сути, такая очередная технологическая революция. И благодаря таким действиям мы надеемся, что мы не отстанем и будем, наоборот, впереди. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Я отвечаю. Вы, как вы, Алишер. Алишер. Спасибо. Продолжение следует... 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 Астана эту планку уже несколько лет берет и ее без труда выполняет. Жилье есть разнообразное. Про перспективную жилищную политику, строительство. Какого-то однотипного жилья не может быть. Высотный где? У нас только в центральной части высотный. И мы весь город не планируем делать его многоквартирным из 5-9 этажей. Будут всевозможные типы жилья и будет весь смешанная застройка. Она и по новым принципам урбанизма тоже должна быть, потому что монотонная застройка, она, можно сказать, даже деградация ведет личности. Поэтому сегодня вот таких вот однотонных, серых, однообразных микрорайонов у нас не планируется. И по принципам генерального плана у нас не единый центр, который мы должны его как доминанты. Акценты мы выделять на нашем достаточно плоском рельефе, беспересеченных. И таких центров у нас много. И наша задача выделить их, эти центры. И далее падение этажности происходит от центра к периферии. И вдоль семи въездных магистралей у нас запланирована линейная застройка. От нее идут в две стороны к зеленым клиням. Поэтому тут надо сказать, что все типы жилья, все высотности, весь ассортимент у нас он будет. И я надеюсь, что он будет решен профессионально, комфортно, чтобы и жилось, и услуги получать, и в отношении транспорта, и обеспеченности инженерными услугами тоже будет на уровне. Спасибо. Пожалуйста. Следующий вопрос. Казинформ. У меня вопрос к господину Абдекадырову. Немного хотелось бы статистики по инвестициям. Ну, понятно, что благодаря экспо в Астане налажена инфраструктура. И первый вопрос такой. Каков размер инвестиций в строительство столицы за текущий год, 2017 год? Второй вопрос. Какое количество жилья введено в эксплуатацию благодаря увеличению инвестиций за текущий год? Спасибо. По первому, у нас по итогам 8 месяцев, по 9 еще информации нет, к сожалению, но ИФО идет 101,5%. По итогам 8 месяцев. Что более важно, у нас идет качественное преобразование именно инвестиций в основной капитал, то, что у нас иностранные инвестиции на сегодня растут в двукратном размере. Такие качественные преобразования. То, что у нас вне бюджетные источники, если по источникам смотреть, они тоже, такой тренд наблюдается, что они растут, это тоже важно, потому что очень много усилий государство для развития Астаны проделало, и теперь это уже дает свои плоды. То есть инвесторы сюда идут. По жилью, сколько это вот Бахтубай Халкчев только что сказал, то, что по итогам прошлого года более 2 миллионов метров квадратного жилья было введено, на этот год план 2,2. Спасибо. Пожалуйста, уважаемые коллеги, есть ли еще вопросы? Здравствуйте, газета «Вечерняя сна». Вопрос Бахтубая Тайтолеву, извините. Скажите, пожалуйста, по поводу этих 100 проектов, которые вы собираетесь представить. Вы ищите инвесторов для реализации этих строительных проектов в Астане? И можно назвать какие-то направления конкретные, что за проекты? Ну да, у нас, как я сказал, по сравнению со всеми направлениями жилищная сфера, можно сказать, не отстает с опережающими темпами, потому что у нас, вот мы дважды корректировали генеральный план, это очень большой приток населения. Куракава, когда начинал, он предсказывал очень большой рост, 2,5-3%, но у нас были годы, когда 10% прирост населения составлял, это на полмиллиона 50 тысяч ежегодно. Это очень большие темпы и близко не видно в прилегающем пространстве. Сейчас миллион, но где-то порядка 5% ежегодный прирост есть там. Поэтому у нас, как я уже сказал, кроме жилья есть очень много других направлений. Объекты общественные, социальные, культурные, спортивные, их тоже надо до необходимости доводить. Поэтому у нас великое множество таких объектов. Мы их все не выставляем, а разделили. Нам инвесторы нужны для того, чтобы интегрировать в мировое пространство новые технологии, надеемся, от них получить. Зеленые стандарты, которые широко применяются. И для инвесторов мы предлагаем очень различные функции, объекты. Если про культуру говорить, это театры. У нас театры мы собираемся им предлагать. Если про спорт, это и большие есть объекты, как скажем, легкоатлетический манеж. Есть и малые объекты, такие физкультурно-оздоровительные комплексы. Есть открытые, есть закрытые футбольные поля, хоккейные, баскетбольные. То есть ассортимент очень большой. Есть объекты транспортной инфраструктуры. Это пешеходные переходы. У нас намечено строительство велопешеходного моста в современном стиле. Такие объекты мы предлагаем. Торгово-развлекательные комплексы есть. Объекты рекреации, то есть это спортивные на природе, это семейного отдыха, конный спорт, зимние виды спорта, которые по условиям размещения генерального плана, как я сказал, находятся в своих родных зонах. То есть это в зависимости от функции объекта. Или он находится в центре города. Таких центров, как я сказал, у нас множество для предотвращения трафика. И он там размещается. Или если объект вот такого рекреационного назначения, то мы его приближаем к таким вот ландшафтно-природным территориям, где они там должны быть. Ну и как бы в застройке города есть объекты, которые должны быть просто примыкать к улицам, к магистралям. А есть такие объекты, которые должны быть немножко так не вплотную к ним. И вот таких объектов, ну как бы на всей территории города, и в одноэтажной застройке, и в многоэтажной. Ну весь перечень, вот мы и в фойе этого форума организуем, и постоянно будет как бы в зале, где будут заседания, весь этот ассортимент объектов предоставляться там. Социальные объекты там тоже есть там. Мы надеемся, что инвесторы будут разносторонние там, и у кого какая специальность, опыт, как бы уровень, мы надеемся попасть. И это нам даст как бы новый уровень города. И я как сказал, что Астану и знать должны, и связи должны быть с Астаной, и мы должны интегрироваться равными в мировое пространство там, и войти в число таких городов. Все крупные города борются за умы, за таланты, и, конечно, у нас задача эти условия сделать в столице Казахстана. Благодарим. Пожалуйста, уточнили. Я хотела уточнить, спасибо за ответ. Вы предлагаете им только возвести эти здания или управлять в дальнейшем ими? Это будет, как бы на переговорах видно, это кого мы выберем и какие условия будут. Я думаю, что и тот, и этот путь возможен. Возможно. Хотелось бы знать, какие объекты появятся на карте города в ближайшие 3-5 лет. И второй вопрос. В какую сторону будет развиваться город? Да, еще хотелось бы узнать, появится ли у нас обсуждаемый, широко обсуждавшийся в свое время купол над водно-зеленым бульваром. В ближайшие 3-5 лет, кроме жилья, появится множество объектов. Строится вдоль водно-зеленого бульвара Абу-Даби-Плаза. Это будет самое высокое здание в Центральной Азии. 300 метров. Он появится в ближайшие годы. Дворец Единоборств по проспекту Хабанбая появится. Обсуждаемая тема водно-зеленого бульвара сейчас находится в разработке у всемирно известного архитектора Калатрау. Мы тоже ждем, с какими предложениями он выйдет. Это очень известный архитектор. Все страны мира хотят заполучить его произведения. Сейчас у него идет отработка концепции. Наш водно-зеленый бульвар не закончен. Он так и предполагался. Это первый уровень его. Его фундаменты сделаны. С учетом того, что в будущем появится второй и третий этаж, который будет связывать прилегающие объекты стекляными рукавами или коридорами. Этот проект сделан с тем, чтобы в будущем его довести до необходимого качества и уровня. В этом направлении проекты тоже имеются. Далее, вы сказали, по территории города. У нас город развивается во все стороны. Можно основные направления сказать. Восточное направление – это аллея тысячелетия. от площади Хазахьеле в сторону нового железнодорожного вокзала. Это очень большая территория. Порядка 800 гектаров. Мы думаем, что на 80 тысяч человек появится жилье, объекты обслуживания. В южном направлении – это застройка вдоль проспектов Мангликиель, Хабанбай-Батыра, Турана. Там поствыставочное пространство Экспо. Это у нас еще предполагается новый, третий центр города. У нас есть сейчас исторический центр на правом берегу. Появился водно-зеленый бульвар, административный центр, который плавно тоже переходит на правый берег. Аллея тысячелетия его подхватывает. И вот такая большая ось такая центральная есть. И третий центр, который появляется – это вот столько же людей его и будут посещать. Это поствыставочное пространство Экспо. В западном направлении мы двигаемся в западный комплекс Хан-Шатер. Это такие восточные, южные, западные приоритеты города. Но мы не забываем о существующей застройке города. Идет реновация города, реконструкция. Сейчас на месте кооперативов Южной, это у нового дворца школьников, идет большая реконструкция, появится новый район с новыми объектами, школами, детскими садами, общественными объектами. Поэтому можно сказать, что город развивается во всех направлениях и внутри себя. Ну это наш принцип генерального плана такой – это метаболизм, чтобы он был удобен развиваться в зависимости от ситуации во всех направлениях. И это симбиоз, это когда идет вот такое сосуществование нового и старого, холодного, горячего, левого, правого. Поэтому трансформация территории и внутри города есть, и новое строительство есть. Я думаю, мы идем много со временем. Если позвольте, я бы хотел добавить по последним двум вопросам. Во-первых, на вопрос вечерней Астаны. То есть порядка 100 проектов городских будет представлено. В первую очередь, я что хотел бы сказать, то что мы ориентируемся на частных инвесторов. То есть в целом город сейчас очень усиленно работает над снижением нагрузки на городской бюджет. То есть чтобы мы могли направлять это, больше направлять на развитие дорожной сети, на социальную инфраструктуру. И сейчас уже определены ряд объектов, которые будут презентованы. То, что Бахтабай Халкси только что сказал. Мы очень усиленно работаем над тем, чтобы снизить административные барьеры для инвесторов. Сейчас законодательство, оно продолжает реформироваться, улучшаться для инвесторов. То есть для инвесторов сейчас снижается как неопределенность, так и риски. Они уже могут быть уверены в своих вложениях. Это вот новое законодательство ГЧП, которое сейчас очень активно мы используем. И ряд других. Что касается второго вопроса, да, все верно. То, что все вот эти проекты, о которых Бахтабай Халкси сказал, тоже это ряд крупных объектов. Здесь тоже мы стараемся максимально привлекать иностранных инвесторов. Вот этот проект, так называемый Калатрау, то что Бульвар, здесь тоже мы будем работать в основном с иностранными инвесторами. То есть архитектор Калатрау, он известен во всем мире. Очень много, множество есть проектов по всему миру, включая Ближний Восток, Европу и другие континенты. И это такое существенное имя. То есть под такую, под его работу очень много инвесторов, они уже сейчас предварительно изучают материалы, и они тоже в ожидании. Окончание разработки документации. Спасибо. Благодарю. Мы видим, что Астану ждет светлое архитектурное будущее. Возвращаясь к теме пресс-конференции о Центрально-Азиатском форуме по вопросам недвижимости, мы, сего сказано нашими спикерами, видим, что форум привлекает большой интерес как иностранных участников, так и СМИ. Отличительной особенностью нынешнего форума станет встреча мэров городов, которые по приглашению Акима Астаны Осета и Секешева примут участие городоначальники таких крупных и стремительно развивающихся городов и мегаполиксов, как Алматы, Шимкент, Ашхабад, Белиси, Ташкент, Пешкек и другие города. А завершится форум межегодной профессиональной премии в сфере недвижимости и ритейла, на которой сильнейшие представители отрасли получат свои заслуженные награды. Уважаемые гости, мы благодарим вас за посещение нашей площадки и за предоставленную информацию. Уважаемые журналисты, спасибо за участие. До новых встреч. До свидания.